В Самаре к хоровому искусству отношения особые. Во многом благодаря сообществу хормейстеров, людей, неравнодушных к своему делу. Пятитысячный хор, сплотивший три поколения самарцев, стал символом единения страны, памяти и уважения к истории на праздновании 70-летия Великой Победы на площади Куйбышева. Вместе с хористами песни о войне исполняли все горожане. С инициаторами проведения масштабных концертов встретился глава администрации Самары Олег Фурсов. Предложения творческой общественности областные и городские власти активно поддерживают. Мы в городе стараемся активно поддерживать все такие творческие начинания. Мы ставим перед собой серьезные задачи по изменению облика города. Вы знаете, вся политика Николая Ивановича Меркушкина направлена на то, чтобы сделать город, чтобы сделать нашу самарскую область более комфортной для проживания людей. Тех людей, которые своим трудом, своим творчеством создали славу нашему городу. Хоровые коллективы и большие сводные хоры станут участниками городских торжеств и в следующем году, посвященных юбилею Самары и 50-летию улицы Старозагора. Совместно с областным правительством продолжатся ремонт и возрождение домов культуры. В планах строительства новых школ искусств. Исходу создали 18 новых коллективов средних и высших учебных заведений. Какое-то могучее педагогическое средство хоровое пение. Оно не только воспитывает души, оно сплачивает людей для решения тех задач, которые стоят перед обществом. В ближайшие три года работать предстоит усердно. Самарские хормейстеры замахнулись на рекорд мирового масштаба. На открытие стадиона «Космос-арена» к Чемпионату мира по футболу в планах дать концерт 45-тысячного хора и прославить Самару на весь мир как самый поющий город.